В территории Москвы и области почитать никто не в силах. Энтомологи знают одно – в основном нас окружают не опасные кровопийцы, а обычные комары-кусаки. Это отдельный род под названием аэдос. К нему относятся около 700 видов. Вот собирательный образ кусаки обыкновенного. Это насекомое с тонким телом, длиной от 4 до 14 миллиметров. Маленькая голова, на которой пара длинных антенн и хоботок. Самая широкая часть туловища – грудь, а самая длинная – брюшко. Состоит из 10 сегментов. У всех кусак тонкие длинные ноги. Каждая лапка заканчивается парой коготков. Крылья узкие, прозрачные и покрытые чешуйками. А вот цветов комары-кровососы могут быть разных. У большинства видов окрас грязно-желтый, но бывает и коричневый, и серый. Другое дело – комары малярийные. Это отдельный вид. Только в их организме созревает одноименная болезнь. Развивается она в теле насекомого только после контакта с зараженным человеком. Комары на нем могут напитаться. Пройдет, опять же, в зависимости от температуры, там, 10-20 дней. И малярийный паразит разовьется в комаре. И тогда вот тогда укус будет опасный. Новый человек может заболеть. Этого молодого человека зовут Владимир. Он решился на себе испытать, каково это стать жертвой малярийного комара. В этом садке их около 50 штук. Ощущение, как будто миллион маленьких иголочек протыкает твою кожу. И причем они не только проткнули и остановились, а как будто они дальше идут, проникают глубже, глубже и глубже. Безобидных самцов, которые питаются нектаром, в этом садке почти не оказалось. В основном коварные самки. Их ротовой аппарат специально предназначен для укуса. Вот как он устроен у всех комарих-кровопийц. У самки хоботок чуть длиннее, чем у самца, и состоит из колющих щетинок. Они располагаются по принципу верхней и нижней челюсти. Ими самка и прорезает микроскопическую дырку в коже, и погружает хоботок до уровня кровеносных капилляров. Для разжижения крови комар выделяет в тело жертвы свою слюну. А это чужеродный белок, с которым начинает бороться иммунная система. Потому место укуса чешется, возникает покраснение, а иногда и аллергическая реакция. Размером и внешним видом малярийный комар мало отличается от остальных кровососов и потому не вызывает беспокойства. Славу действительно опасного насекомого, народная молва часто приписывает совсем другому виду. Вот этих комаров принято по ошибке считать малярийными. Всему виной их грозный вид и размер, который может достигать 6 сантиметров. Рядом с этим гигантом действительно опасный кровосос просто теряется. На самом деле этот огромный комар называется долгоножка или карамора. И он не кусается. Природа не наделила его хоботок колющими щетинками. Долгоножки-вегетарианцы питаются только нектарами. Настоящего малярийного комара невооруженным глазом из общей массы не выделить. Он выдает себя только манерой укуса. Обычные комары во время укуса держат тело горизонтально, параллельно телу жертвы. А малярийный комар в процессе трапезы приподнимает заднюю часть тела. Если бы комар кусал только всасывая кровь, то не передавал бы так много болезней. Все инфекции попадают в организм жертвы именно со слюной насекомого. Со слюной передается еще одна опасная болезнь – лихорадка Денге. Переносит ее два вида комаров, которых истребили на всей территории Советского Союза еще полвека назад. Мы были в прошлом году в командировке на юге России, и мы нашли опять этот вид комаров. То есть он вернулся спустя 50 лет. Эти комары внешне похожи друг на друга, но в отличие от малярийных, выделяются из общей массы. Переносчики лихорадок в длину чуть меньше обычных комаров – от 2 до 10 мм. Строение головы, ног и крыльев без особых отличительных признаков. Выдает опасных кровососов, их пестрый окрас. На темном теле, на лапах и на антеннах у них заметные белые пятна. Эти комары были замечены в районе Краснодарского края. Их пока небольшое количество. Сейчас ищут новые методы борьбы с ними. Но известно точно, до Москвы опасные кровососы не доберутся. Здешний климат для них слишком холодный. Они максимум, куда могут подняться, это до Ростова, скорее всего. Но и то там еще не зафиксировано, и это под большим вопросом. Лучшая защита от комаров – это профилактика. Избежать встречи с кровопийцами помогают обычные бытовые репелленты. Они отпугивают насекомых. Всю работу делают действующие вещества препаратов. Их несколько видов, но самым эффективным считается ДЭТА – прозрачная жидкость без цвета и резкого запаха, которая известна еще со времен Второй мировой войны. Изначально ДЭТА была разработана американской армией для своих солдатов для использования именно в тропических районах. Химик Светлана Бендрушева – одна из разработчиков репеллентов. Она знает все слабые стороны кровопийц. Молочная кислота, которая выделяется на поверхности тела человека, и углекислый газ – вот два фактора, которые так привлекают кровососов. В первую очередь комаров. ДЭТА маскирует именно эти компоненты жизнедеятельности. Принцип ее действия заключается в том, что комар просто не видит, не замечает человека. Есть еще одно популярное действующее вещество – ИР-3535. Оно работает по такому же принципу. Этот состав считается самым безопасным биорепеллентом. Его основа – природная аминокислота бета-аланин. Это производная человеческого тела. ИР-3535 используют в препаратах для детей. Но его отпугивающие свойства слабее, чем у ДЭТЫ. В средства для детей приоритет отдается безопасности. И это абсолютный приоритет. А в средствах для взрослых – это оптимум между безопасностью и эффективностью действия. То, чем занимается Артем – радикальный способ борьбы, когда репелленты помочь не в силах. Профессиональные инсектициды не оставляют кровопийцам ни единого шанса. Кто же будет сейчас инсектицидами пользоваться, нанося, кроме комаров, много чего погибнет? В рекомендованной норме средства безопасны. Светлана Бендрушева помимо репеллентов разрабатывает и инсектициды. Основа бытовых препаратов – те же яды, которые использует Артем, только в меньшей концентрации. Замечательные комары погибают. Но вы не забудьте, что то же количество инсектицида, которое убило комаров на потолке, значит, заполнило всю комнату и в результате и во сколько-то инсектицида попало. В лаборатории Светланы Бендрушевой ни одного комара, хотя за окном – дремучий лес. Рядом с рабочим местом химика включен фумигатор с инсектицидом собственного производства. Если человек хочет избавиться от комаров дома, то, наверное, правильнее отдавать приоритет инсектицидам, потому что они в очень маленьких концентрациях просто убивают комаров. Основной компонент бытовых инсектицидов, как правило, перетрум. Это аналог природного средства – экстракта долматской ромашки. Его искусственно синтезируют и, говорят, получается даже лучше, чем в природе. Некоторые даже более безопасные, чем вот эти природные средства и, безусловно, эффективные. Вот из чего готовят инсектициды, которые мы покупаем в обычных магазинах. Чтобы препарат был однородным по консистенции, используют изопарафины. Это углеводородные, причем в высокой степени очистки, дерматизированные, без вредных примесей. Второй ингредиент – как раз само действующее вещество. Его в составе обычно не больше 2%. То есть инсектициды очень действенные вещества, поэтому нужно их небольшое количество. Следующая составляющая – препарат, который усиливает действие инсектицида, но сам ядом не является. Его тоже нужно совсем немного. Из похожих ингредиентов готовят препарат, которым пропитывают популярные пластины для фумигаторов. Вот в этой жидкости самого инсектицида тоже меньше 2%. На пластину попадает маленькая капля, а в воздух при использовании выделяется совсем небольшая концентрация. Но этого достаточно, чтобы после контакта с этим ядом у насекомых происходил паралич нервной системы, а затем неминуемая гибель. А человеку это не грозит. Механизм действия на насекомые и механизм действия на человека, он абсолютно разный. Поэтому для человека нужна принципиально большая доза, чем для насекомых. А это наш герой Владимир. Картина похожа, хотя его кусали малярийные комары. Всего 44 отметины. Безопасные отметины. Смельчаку заболеть малярией не грозит. Эти кусаки стерильные. Контакта с инфекцией никогда не имели. Места укусов главное не чесать и смазать успокаивающим средством. Но все-таки, если есть спиртик, можно спирт водкой протереть. Ну или те лекарства, которые рекомендуют в аптеках. Спирт испаряется, и я чувствую прохладу, и зуд от укусов сразу снимается. Малярийных комаров меньше процента от общего количества кусак. Тех, которые переносят лихорадку Денге, и того меньше. Но энтомологи все равно советуют защищать себя от кровососов. Бытовые инсектициды и репелленты со своей задачей справляются исправно. Нужно только внимательно читать инструкцию. Если соблюдать эти простые правила, не будет проблем ни с кровососами, ни со здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok